Радио 54 Кастом, наверное, может быть сделан в нескольких уровнях. Первое, это то, что называется тюнинг. То есть можно аэрографией машину покрасить, можно на мотоцикл повешать какие-то там красивые штучки, и он станет не таким, как серийный. Такой апгрейд такой. Да, такой апгрейд. И это тоже как бы та вещь, которая... Тоже считается. Но мы все-таки считаем, что это не кастомайзинг, а тюнинг. Кастомайзинг это все-таки достаточно глубокое вмешательство в конструкцию. То есть это когда человек с одного мотоцикла делает совершенно другой. Когда он, например, берет двигатель, а раму полностью изготавливает сам. То есть это достаточно сложные проекты и разнообразные. Но при этом кастомайзинг одновременно заводился в нескольких местах мира. Даже, наверное, во всех, что ли. Обычно кастомайзинг, все говорят, это Америка, это Харлей. Кроме того, есть Англия с их своей культурой. То есть у них там были эти каферейсеры. То есть это своя культура около Лондона покататься. Но есть... В Японии, наверное, тоже. Ну, у японцев там, да, там у них прям совершенно такая тема истребителей второй мировой войны. У них прям в мотоциклах там выражалось долгое время. А у нас, смотрите, ну как у нас страна, с одной стороны, сейчас, наверное, не очень мотоциклетная, да, потому что там климат такой. Ну да. А с другой стороны, вот, ну, после там войны особенно, это же была основная техника, да. Вот вы же областное радио, да. Я думаю, что слушатели по области все вспомнят, что машин было гораздо меньше, мотоциклов было очень много, да. И очень много людей, да, было на мотоциклах. Среди них, конечно, была и молодежь. То есть я думаю, что если там взрослый человек на мотоцикле ездил, это был его, как, знаете, как конь, на котором он все возил, а молодежь переделывала все, что возможно, да. И поэтому, вот, и достаточно глубоко, то есть это действительно, ну, вот мы сами с друзьями в детстве собирали мотоцикл, там, рама от Минска, там, двигатель от восхода, колеса откуда нашли. Да, да, да. Настоящий кастер. Лишь бы поехал. Но тогда была сложность с тем, чтобы что-то найти, действительно, из того, что нашли. Ну, смотрелось, конечно, все это порой неказисто, да, а сейчас все-таки можно сделать интересно. А сейчас мы очень много смотрим вот на две вещи, на самом деле, ну, кто побеждает, да, у нас, как бы, ну, кому мы награждаем, там, кому радуемся. Это те, которые, во-первых, делают технику, ну, достаточно серьезную техническую работу, и, во-вторых, когда это гармоничный, классный дизайн. То есть, на самом деле, есть определенные стили, ну, там, не знаю, там, мотоциклы стиля Бобер, это значит, заднее, переднее колесо однаковой толщины должны быть, толстые такие колеса, там, минимализм, да. А есть там мотоциклы. Коферейсер. Коферейсер, да, коферейсер, у него свой стиль, Чопера свой. То есть, можно делать мотоциклы, ну, в каких-то стилях, находя там какие-то, ну, новые в этом нюансы. А иногда, ну, вот, особенно у нас, в нашем регионе, то есть, это, там, тема, ну, как, совка циклов, как мы их называем, да, то есть, это мы берем, там, Урал, да, чаще всего, да, или, там, Иш-Юпитер. И, либо человек, кстати, ну, одно направление у нас, это, ну, чисто такая ретро-техника, когда восстанавливают в первоначальном виде, да, ну, там, Испланета Спорт или какой-нибудь Урал, который, вот, каким он был, такое и есть, да. А есть, конечно, такие интересные переделки, то есть, иногда смотришь на мотоцикл, и ты не понимаешь вообще, из чего он сделан, да. Первое, что нужно, если, ну, это, если донор, назовем, мы их так называем, то есть, нужно купить какой-то мотоцикл. Реально, Урал можно купить сейчас, там, за 20 тысяч, совсем разваленный, а если хороший, то, там, за 50, да. Вот, все, ты уже купил. Дальше, если у тебя есть запчасти, железо и так далее в гараже, да, ты можешь, там, ну, еще, там, потратив, не знаю, 50 тысяч, что-то из него сделать. Но, если ты начнешь искать интересные, ну, то есть, ну, ты, вот, что можно сделать самому, да, там, а что нет. То есть, ну, однозначно, чтобы сделать красивое седло, надо обратиться к мастеру, делать что-то из кожи, да. Если ты хочешь, чтобы это была хорошая краска, обращаешься к малярам, кто этим занимается. Там, рама, там, порошковой краской красится, как правило, тоже надо обратиться. Колеса, да. Есть люди, которые сами делают колеса, прям полностью вырезают их, там, на штанках с ЧПУ, или, там, спицы отдельно, там, вытащивают. То есть, есть такое, да. Как потом не страшно ездить вот на том, что ты сделал сам? Это же ведь надо как-то... Наоборот, не страшно, мне кажется, ты ведь знаешь все это. Ну, знаете, во-первых, есть же понимание того, там, ну, сопромата и какие детали, какие нагрузки выдержат. То есть, мы смотрим на заводской мотоцикл, да, и делаем все так же или лучше, даже, ну, части лучше и крепче. Поэтому, на самом деле, ну, стоимость, стоимость может быть очень большой. То есть, ну, как я знаю кастомы, которые, там, конферейсеры, да, которые продаются, там, больше, чем за миллион, за полтора, да. Но при этом заводские мотоциклы, которые стоят в магазинах, да, они ведь тоже по цене, ну, я могу так сказать, от 700 тысяч, там, до 5 миллионов, да. Поэтому тут выбор такой, либо ты можешь пойти в магазин купить, который тебе нравится, да, либо ты купишь и сделаешь сам и сам что-то. Или есть еще один вариант, когда все-таки, ну, вот, например, мой случай, когда я сам что-то могу сделать, да, но в большей мере я как раз вот дружу с ребятами, которые умеют это делать, и мы с ними придумываем что-то, да, ищем идеи. И во многом, как бы, ну, я в этот процесс вовлечен, но сам не очень много своими руками там сделал. Поэтому я такой, скажем. Андрей, вы говорили об участниках, что их будет пара сотен. Вот мне понимать, это много или мало? Насколько популярна культура кастомайзинга у нас в Новосибирске и в области? Знаете, ну, вообще, трудно сказать, что она там популярна, потому что, если мы говорим там про Штаты или про Англию, то там собираются, там, десятки тысяч людей на такие фестивали. Первое ограничение, я думаю, это все-таки, ну, вопрос климата и того, что у нас вообще мотокультура не очень развита, да. Хотя, мне кажется, именно по этой причине все, кто у нас на мотоциклах, это фанаты, да. То есть, если ты ездишь на мотоцикле только летом и только тогда, когда, ну, знаю, погода более-менее позволяет, значит, ты это очень любишь. Поэтому среди мотоциклистов, да, вот тех, кто увлечен, ну, мотоциклами как техникой, достаточно много людей, да. То есть, они готовы что-то менять в мотоциклах, они, ну, поэтому, ну, 200 участников, да, то есть, 200 участников, это не из Новосибирска только, это у нас из Новокузнецка, из Красноярска ребята приезжают там, причем вот в прошлом году как раз в двух номинациях по мотоциклу, по-моему, и по машине победили красноярцы, потому что у них был Запорожец, я еще раз говорю, с двигателем, по-моему, там, 500 лошадиных сил от Тойоты, причем двигатель впереди Запорожец, у которого вместо багажника впереди двигатель, да. Ну, причем, по-моему, машина, не знаю, там, она на дорогах общего пользования, как они смеются, да, там, ну, удивляет всех, да. Давайте, кроме мотоциклов, еще пару слов буквально о ретро-технике, кто приедет на фестиваль. Смотрите, ретро-техника, у нас, во-первых, ну, есть там клуб военной ретро-техники, поэтому там у нас есть и броневички, да, и техника военных лет, там, всякие там УАЗики, мотоциклы военные и так далее, достаточно много. То есть, есть броневик с пулеметом, в который можно залезть, и дети там фотографируются, как они стреляют из пулемета. И очень много там автомобилей, то есть, американские автомобили, наши, разумеется, наши старые автомобили, то есть, москвичи старые, Победы, Волги 21, которые доведены прям до идеального состояния. Чаще всего они как раз не кастомы, они, ну, ретро-автомобиль, восстановленный, каким он был на заводе. В оригинале. Да, в оригинале. 20 июля, да? Да, 20 июля. 20 июля в Академгородке. Ровно через месяц, ровно через месяц. Да, да, кстати, точно. Хаммербэкфест. В Академии... В Академии это будет проходить возле Клуба юных техников, который находится возле Института гидродинамики. Радио 54. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова